Евро-доллар начал азиатскую сессию вторника небольшим снижением. Однако ослабление валюты оказалось довольно ограниченным и пара вновь вернулась в узкий боковой диапазон, балансируя вокруг уровня 1,4213. Попытка быков по евро возобновить подъем окончилась неудачей, показав все признаки угасания восходящего тренда европейской валюты. По мере приближения пары к долгосрочному сопротивлению на 1,4280 активность продавцов усиливалась и, наконец, на уровне 1,4248 подъем валюты прекратился. Участники рынка начали постепенно выходить из длинных позиций по евро, поскольку перед инвесторами вновь замаячила тема долгов Ирландии и Португалии. Все позитивные факторы, оказывающие ранее поддержку единой европейской валюте и включающие в себя решительные комментарии со стороны членов Управляющего Совета Европейского Банка по поводу ужесточения монетарной политики и повышения процентной ставки в регионе, воспринимается сейчас только как стратегия поведения перед выборами преемника Трише на посту президента Европейского Центрального Банка. Кроме того, возможное повышение ставки в апреле уже давно учтено в курсе единой валюты. На этом фоне пара развернулась и начала нисходящую коррекцию к предыдущему подъему, зафиксировав на снижении минимальный уровень на отметке 1,4178. На американской сессии пара вновь попыталась восстановиться, но в конечном итоге завершила день вблизи минимального дневного уровня. На торгах в среду предполагаем первоначальную боковую динамику пары в диапазоне 1,4153-1,4190, а затем разворот, пробой нижней границы диапазона и снижение пары к ценовым уровням 1,4086-1,4034-1,4002. На вчерашних торгах в Европе пара фунт-доллар довольно легко вырвалась из азиатского бокового диапазона и, преодолев максимум понедельника, быстро поднялась к новым 13-месячным уровням на отметке 1,64. Первоначально в качестве драйвера роста британской валюты выступили ожидания усиления инфляционного давления в прошлом месяце, которые позднее действительно подтвердились. Рост индекса потребительских цен в феврале превысил прогнозы аналитиков, укрепив тем самым вероятность повышения ставки Банком Англии и вызвав подъем курса британской валюты. Тем не менее, попытка сходу преодолеть этот ключевой уровень окончилась неудачей и на американской сессии фунт снова завяз боковой торговлей. Если в ближайшее время прогресс в восходящем движении валюты не подтвердится, риски начала нисходящей коррекции пары могут изменить благоприятный для фунта настрой рынка. В нашем прогнозе на сегодня также ожидаем утреннюю боковую динамику пары в диапазоне 1,6340-1,6386, а затем разворот и снижение пары к ценовым уровням 1,6314, 1,6278 и 1,6227. В экономической статистике среды Великобритания публикует годовой бюджет, данные по объему ипотечного кредитования и протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Евросоюз представит изменения в объеме промышленных заказов по региону, а также индикатор потребительской уверенности в еврозоне. А в США будут опубликованы данные по объему продаж жилья на первичном рынке недвижимости, индекс ипотечного кредитования и объем запасов бензина и сырой нефти от Министерства энергетики. Сегодня же состоится выступление председателя Федерального резерва США Бена Бернанки. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.